привет мои хорошие сегодня с вами говорим как настроить гормоны счастья я алена нутрициолог психолог и соответственно в этом ролике мы с вами поговорим про то как же настроить гормоны счастья эта история бывает связана с тем что нарушение при дефиците дофамина соответственно при нарушении дофамина эндорфинов бывают проблемы с нервами и проблемы с сахарной зависимостью здесь мы с вами говорим не только про генетику здесь мы говорим про эпигенетику и про формулу хорошего настроения очень многие не знают что нейромедиаторы синтезируются в организме поэтому в пище их попусту не существует но из пищи мы можем получать аминокислоты из которых в организме синтезируются эти гормоны то есть многие не знают что корректируя микробиом мы можем чувствовать себя достаточно радостно и про радость нам здесь подсказывают при биотике пробиотики плюс выбивать норму воды плюс движение плюс ограничение стресса и плюс бат например там магний кому-то до 302 сократить употребление кофе до чашки в сутки и завершить день чашкой травяного чая с ромашкой с мелиссой будет здорово использовать утяжеленное одеяло можно обниматься все это круто работает просто многие не знают что это правда серьезно создает дополнительные такие моменты нами управляют гормоны и если у вас есть проблема с окситоцином с эндорфинами то стрессоры будут все сильнее и сильнее соответственно существует дешевый дофамин это просто приводит к всплеску мы получаем из алкоголя и сахара и соответственно формируется такая зависимость при дефиците нейромедиаторов начинается источник получения удовольствия поэтому если мы с вами говорим про то что гены не всегда иногда мы можем влиять на эти гены вот например если у человека есть грязный комп то дофамин распадается раздражительность апатия агрессия то здесь у нас еще и завязаны часто питательные вещества нам нужен тирозин для дофамина из он из кемина кислоты попадает тыквенные семечки морепродукты творог молоко сыры и микробиом соответственно если с микробиомом что-то не в порядке то начинаются проблемы за возбуждение нервного импульса и отвечает натрий и калий и хлор а заторможение соответственно нарушение калия натрия баланса приводит к нарушению чувствительности и это может происходить при дефиците воды длительном пребывании на солнце и избытке соли в рационе то есть вот эта проблема натрий калий хлор она может быть без движения не будет гормонов счастья и без вас вес низкого стресса тоже не будет если есть вопросы то пишите я могу сказать что супер важно работать с восстановлением после любого стресса и гормоны счастья их не выработать никак кроме природным путем заставить себя двигаться заставить себя принимать здоровую пищу и заставить себя действовать в том направлении которое вам интересно